А вот еще одно наше платье, которое нужно подшить. Подшить именно низ. Вот клиентка одела. Я закалывала булавки по переду. Даже перед тем, как закалывать булавки, я посмотрела, одинаковый ли баланс по низу, одинаково ли вот эти вот припуски, не припуски, а уже края. Край по переду и край по заду, одинаково ли он относительно пола, например, был. Да, баланс был одинаковый. Тогда я закалывала только по передней половинке таким вот образом. И что теперь мы делаем? Мы берем теперь и вот так проверяем, насколько же нам нужно обрезать. Тут 8,8, а здесь ровно 9. Ну, грубо говоря, 9 сантиметров. Вот мы вот таким образом промерили. Теперь откалываем. Просто запоминаем, что 9 сантиметров. В данном случае легче намечать низ по лицу, потому что я сразу же проведу первую линию, по которой я буду обрезать, а вторую, по которой мне нужно будет подшивать. Ну, наметать и я так же само буду строчить на распошивалке, как и у производителя. Потому что, как бы, основной закон ремонта одежды состоит в том, что мы должны так же само обработать, например, низ платья, низ брюк, низ юбки, ну, или какие-то другие элементы ремонта в изделиях, точно так же, как это было сделано до нас. То есть, нужно будет выбрать точно такой же вид обработки. Вот, например, здесь распошивалка была. Так, значит, что я делаю? Я сейчас откалываю и складываю изнанка к изнанке, бок к боку. Сейчас я покажу. Вот я сколола, сложила боковой к боковому. Вот это сгиб по передней половинке, а вот это сгиб по задней половинке платья. Это боковой, да. Потом я проколола параллельно низу булавками, вот так вот, да, на боковом, вот тут еще. И чуть-чуть выше того шва, который я буду делать, выше тех линий, которые я буду рисовать. Обязательно булавки параллельно низу. Видите, вот как она стоит. Вот как она стоит. Вот. Потом, что мы дальше делаем? У меня было всего 9 сантиметров, да? Значит, я первую линию на 9 сантиметров провожу, а вторую на 7 сантиметров. 7 сантиметров – это линия обрезки, а 9 – это линия подгибки. Мы же на 2 сантиметра будем подгибать, чтобы наметать и просрочить на распрошивалке. Еще очень важный момент, что вы, когда наводите по трикотажу линию, я специально тут не убирала вот эту линейку, знаете, что вы делаете? Вы вот так вот прижимаете, вот таким вот образом. И вот здесь, где место, где вы прижимаете, там вы и рисуете мылом. Иначе, если вы будете вот так сразу рисовать целую линию, она у вас, во-первых, будет слегка кривоватая, во-вторых, поедет трикотаж. То есть обязательно вот так прижали и с этой стороны тут же нарисовали. Просто у меня вторая рука сейчас занята, не могу вам показать. Вот. Тогда у вас идеально все линии вот эти будут сделаны. Видите, как у меня все хорошо проведено. Теперь я вам рекомендую, перед тем, как обрезать по вот этой нижней линии, перевернуть на другую сторону и те же самые линии нарисовать. Почему? Потому что когда кусок, вот скажем так, подлиннее и побольше припуска, вам легче его будет наводить. И еще один момент. Вы видите, что у меня платье лежит прямо вплотную к столу. Стол-то точно под угол 90 градусов идет. Да? Поэтому вам еще легче будет наводить низ. То есть всегда старайтесь вот таким вот движением опускать платье, да? И вот сюда вот к краю стола подстраивать. Это если у вас прямое платье к низу, вот как у меня было. То есть я могла так спокойно сделать. Вот. Так что давайте переворачиваем на другую сторону и наводим эти линии. Одну на 7 сантиметров, другую на 9 сантиметров. И обрезаем по самой нижней линии. То есть по вот этой линии, где у нас 7 сантиметров. И дальше будем наметывать и строчить на распошивалке. Тоже все покажу. Вот я уже начала наметывать. Что вам нужно сделать? Вам нужно по вот этой линии, которая на 2 сантиметра ниже. Вот видите она идет. Вот так вот. Мы сгибаем и наметываем. Смотрите, когда вы начинаете вот с бокового или проходите сквозь него. Видите тут обметанный боковой. Видите? Вот. То обязательно 2-3 раза на одном месте делайте закрепку по 1 сантиметру. И наметывайте. Но наметывайте не посередине, а где-то на 3-4 миллиметра от среза. Потому что мы когда будем с вами обметывать на распошивалке, надо, чтобы вот эта вот наметка была посередине строчки. А одна строчка распошивалки будет идти вот здесь, а вторая должна идти вот тут, по краю. То есть вот этот срез, он должен быть спрятанный всегда. Вот. Чтобы это точно получилось, то нам нужно где-то на 3-4 миллиметра от вот этого среза припуска наметывать. По кругу. И идем потом заправляем нитки. И бучить. И естественно будем строчить теми нитками, которыми было здесь изначально прострочено. Ну такие как бы как айворит цвет. То есть там телесные, светло-бежевые. Ну почти белый цвет. Или шампанского цвет. Так, заправляем распошивалку и идем сейчас строчить. И когда вы проходите уже сквозь второй боковой, тоже, пожалуйста, делайте два раза на одном месте. А потому что, ну будет кататься вот этот вот припуск. И некрасиво, неровно вы прострочите. Поэтому два раза на одном месте закрепляйте всегда. Все вот эти вот швы, которые здесь могут быть. Это могут быть боковые или рельефы. Смотрите. Вот мы начали шить на распошивалке. Забыла вам еще сказать, что было бы хорошо, если бы вы еще третью линию провели на 2 сантиметра выше. Там, где наш припуск заканчивается. Тогда вам легче смотреть на лапку, на вот это первое деление. Ну вот первый зубчик. Там два, три зубчика. На первой. И напротив этой линии вот так вот по кругу, в общем-то, доехать. Потому что здесь чаще всего ничего, нет никаких, ни линеек, ничего. Просто это в каверлаках есть эти линейки. Вот. Ну, хотя бы сверху пунктиром поставьте тонким мылом вот так на 2 сантиметра вот эти вот все меточки. И, конечно, когда вы будете строчить, очень важно, чтобы у вас этот припуск не выходил за распошивал. Ну, за распошивальный шов. Чтобы он был вот там внутри. Видите? Очень-очень-очень хорошо все получается. И по кругу. А потом мы, как обычно с вами, вот так вот, вот сюда вот переходим по этим же ниточкам. Где-то сантиметра два. Потом эти ниточки выправляем вот сюда на изнанку. Да? Завязываем и вправляем. Вот туда вот вообще будет идеально качественный хороший шов. Не надо их сразу обрезать. Потому что бывает иногда, что начинает распарываться. Вот вроде бы получилось у меня идеально на них наехать. Ну, как бы вот эти вот линии четко повторяют вот этим вот двум меточкам крайним. Потом, чтобы как легче его вытащить, чтобы ничего не потянулось. Открываем крышку и берем за вот этот рычажок. Оп! Видели? Он упал. Все. Теперь поднимаем лапку. И спокойно вытаскиваем. Нам ничего не мешает обычно. Только посмотрите очень аккуратно, потому что у меня что-то начало даже распарываться. Ну вот. Как я вам говорила, перетягиваем и заправляем ниточки с изнанки. Завязываем два-три раза узелочек и внутри ткани под вот этим швом протаскиваем. И все. Вот. Низ нашего платья готов. Если хотите, можете с изнанки приутюжить чуть-чуть с парком. Ну и обязательно, конечно, перед этим снимите, пожалуйста, эти наметку, только очень аккуратно. Что бывает, что все-таки прямо в строчку попадает наметка и может прострочиться. Там пол нитки, и вы не сможете вытащить. А будете сильно тащить, можно повредить основную строчку распрошивалки. Ну вот и все. Вот готово. Теперь на радость и удовольствие наша клиентка будет с нужной ей длиной платья носить. И уже точно будет его носить.